Пока кризис шагает по стороне, региональные чиновники ищут возможности не попасть в экономическую засаду. Утро среды губернатор начал с разноса деятельности руководителей буквально всех департаментов, ответственных за социальную и финансовую стабильность населения. Зампред правительства Светлана Давлетова отчиталась о темпах импортозамещения, о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в прошлом году, а также о новеллах в законодательстве, которые должны были облегчить жизнь бизнеса общества. Закон, предусматривающий снижение размеров потенциально возможного получения предпринимательного годового дохода по 29 видам деятельности в рамках патентной системы и устанавливающий дополнительный перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых разрешается применение патентной системы. Мы этот перечень увеличили на 11 видов деятельности. Чиновники отметили, из антикризисного плана, составленного на 2017-й, 12 пунктов плана прошлогоднего можно вычеркнуть, а добавить всего 3 позиции. Ирина Эрмиш отметила, борьба с безработицей идет полным ходом. В программе занятости в отчетный период участвовали 80 тысяч человек. Официальная безработица у нас уменьшилась с 1,33 до единицы. Число безработных граждан у нас снизилось примерно на 4% за период 2016 года. Ну и несмотря на то, что мы по банку вакансий не достигли до кризисного периода, все-таки у нас коэффициент напряженности на рынке труда тоже снизился. Губернатор был настроен критически ко всем докладчикам. Светлану Давлетову попросила работать с предпринимателями, чтобы те повышали зарплаты сотрудников. Сам отметил, что присмотрится к зарплатам бюджетников. Вадим Иванович Путин совершенно правильно говорит, что за цифрами статистики часто отдельных людей теряем. И у нас с вами ситуация с заработной платой педагогов, это еще раз подтвердило, что мы с вами в целом выполняем все нормативы, в то же время зарплата отдельных людей часто выпадает из этого дела. Поэтому я прошу дать соответствующее поручение департаменту образования все школы проверить. С точки зрения, какая зарплата средняя, понятно, но пока этому человеку. Досталось от главы региона и начальнику департамента строительства и архитектуры. Показателями вводимого на территории региона жилья губернатор недоволен. По итогам 2016 года введено эксплуатацию почти 177 тысяч квадратных метров. Это ниже показателями 2015 года на 32%. В 2017 году планируем ввести эксплуатацию не менее 260 тысяч квадратных метров жилья. Вы как минимум 1060 должны плюсовать к нашим предыдущим планам, а вы опять зациклились на цифре 260 тысяч квадратных метров. Я напомню вам, что это 0,26 квадратных метров на жителях области. Это цифра, я не знаю, как вообще ее характеризовать. Напомню вам, что ко всему прочему все эти вот вводимые метры, они у нас очередь-то практически не двигают, ко всему прочему нуждающихся в жилье. Павел Коньков отметил, к началу апреля у себя на столе хочет видеть антикризисный план по строительству в регионе. Отчитал губернатор, также начальник департамента энергетики. Ему вменил растущую задолженность за топливные ресурсы. Мы сегодня не проводим системную работу ни с нормативами, ни с тарифами. Мы закладываем в жизнь уже заведомо убытки ресурсоснабжающих организаций. На что мы уповаем-то? Денег в бюджете прибавится? Я вам гарантирую, ближайших три года не прибавится. В двухнедельный срок Коньков попросил предоставить программу по выходу из кризиса по энергетическим платежам. Также губернатор велел разобраться и в сфере предоставления лекарств. Чиновники от здравоохранения отчитались. На обеспечение льготников медикаментами нужно 268 миллионов рублей в год. Получается примерно 766 рублей на человека в месяц. Зам. Начальника департамента здравоохранения Людмила Лукина отметила, что этого не хватает на обеспечение пациентов в соответствии со стандартами и назначениями врача. В программе льготного обеспечения граждан лекарственными препаратами остались наиболее затратные категории больных, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями. Стоимость их лечения значительно превышает размеры норматива. В области имеется ряд больных, которым назначены дорогостоящие лекарственные препараты по жизненным показаниям для длительного применения. Продолжают у нас с вами поступать информации о том, что одни и те же лекарства по разным ценам в разных больницах закупаются. Когда вы это дело сведете? Когда вы все резервы внутренние используете? Вот когда используете, тогда и за деньгами придете. В заключении разгромного заседания губернатор велел чиновникам недовольствоваться промежуточными результатами и идти только вперед. Всем задача сконцентрироваться на результате. Там есть строительная отрасль, задача наращивать объемы строительства, жилья. Вот этим и надо заниматься, потому что квартиры никуда не исчезнут, они до Граудан до наших дойдут. И они их, безусловно, получат в этом плане. Есть средняя заработная плата, никуда не денется. Она до Граудан до наших дойдет. И так у каждого. Приоритеты и достигнутые результаты. Спасибо, всем свободны. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.